привет всем мои хорошие никто не хочет сегодня здороваться ну ладно значит я буду здороваться просто так ну что у нас заканчивается наш отпуск мы поедем сейчас на кладбище съездим отвезем цветочки дедушки арно вот и потом мы поедем домой такие у нас планы будем ехать скорее бы домой в теплую погоду потому что здесь холодно здесь туман здесь сыр это жуть какая-то нас такая что уже совершенно не устраивает мы отвыкли от холодов вот это все всем желаю хорошего дня и нам хорошей дороги мы пришли на кладбище такое красивое кладбище некоторые мало некоторые много некоторых может даже и забыли уж и всякое бывает а мы идем к дедушке да получается муж бабочки нашей который умер двадцать пять лет назад 25 лет назад 25 лет бабушка уже сама живет да некоторые просто заброшенные вот так вот здесь дедулечка а лишь роман шка деман деман тд мами ов股 мэтр умер произойдет Так, ну что, мы отвезли цветочки, и теперь все, мы берем дорогу с Кайстомой. Время 10 часов утра у нас, и из носков часа 3-4, наверное, мы приедем, потому что мы еще по пути заехать, мы должны еще войти в одно кладбище, на одно кладбище проведать родителей папы Арно. Со стороны мамы Арно еще бабушка жива, а со стороны родителей папы Арно, получается, уже никого из дедушек и бабушек нет живы, хотя что мы еще зайдем и проведаем, тоже купили цветочек, знаете что, не знаю, может вы знаете, может не знаете, да знаете, во Франции в следующие выходные, вот конец октября, начало ноября, всегда во Франции, как у нас Пасха, куда мы ходим, родительский день, ходим на кладбище, относимся к яйцам крашеные, что там у нас еще, цветы носим, венки носим, как бы наведываемся, а во Франции вот последний, конец октября, начало ноября, где-то так выпадает дата, и все приносят цветочки на кладбище, как бы проведут своих родных, так что вот из-за этого мы решили пройдать дедушку и другие, дедушку и бабушку, вот такие вот дела, так что все, мы едем тут, нет? Ну что, мы уже практически, практически, мы проехали 3 часа уже, и сразу видно какая погода, здесь сразу солнышко, тепло, не нарадуемся, ай, фи, бойся, фи, шо, 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 как-то, как меня мёс здесь, в этом ужасном Париже, плуа и всем остальном, как я нарадуюсь, мои солнышки спят, Рафик заснул, Рисенок тоже, вымотались мои котятки, Машин не так уж много, мы довольны, что не так много движения, но зато много грузовиков, и все-все иностранные грузовики, очень все, вот прям едем, смотрим с номера, и редко, когда встретишь французские номера, в основном грузовики, у тебя перевозные, они все в основном иностранные, поляки, словаки, кто там еще у нас, чеков мы видели, чеки, чеки, нет, чехи, чехи, вот, Ильна, у вас там я, уже стоят сентября, буквально. Нам еще час доехать до кладбища, и мы с этим, как уже сказала, пойдем на кладбище проведать дедушку и бабушку Арно, родителей папы Арно, родителей Фонсоа, вот эти деревья большие свезут, такие огромнейшие. Вот, так что мы сейчас будем еще час ехать до туда, до этого кладбище, проведаем, цветочки оставим, я, по-моему, часа два и априсова, но раз так у меня не ждал, но думаю, что сказали, что-то. Это два часа, и мы будем дома, наконец-то. Наконец-то будем дома, уже соскучилась из-за дома, и вообще не любительница ездить куда-либо, вообще. Прям это как, ну, не люблю я, я люблю дома сидеть, если куда-то поехать на два-три дня, мог бы, самый большой, больше не могу ездить. Так что туда три дня мне было этого достаточно, не найждусь, когда дойду до своего дома. Все, продолжаем дальше ехать. Так, мы приехали, наконец-то мы доехали до кладбища. Смотрите, здесь как молодцы устанавливают таким вот образом. Держи крепко, я ее включу, я не знаю, как это умеет работать. А, смотрите, как прикольно. Держи крепко, Алис. Надо было покрутить. Все, хватит нам, давай мама понесет. Сама понесешь. Видите, здесь как интересно, покрутила и водичка потекла. Держат бутылки, пожалуйста, набирать, чтобы поливать цветочки. Арно здесь не был. Сафир, Антон, ты повиню? Арно очень давно не был здесь, так что будем сейчас искать. Где, где дедушка с бабушкой лежат? Да, просто положили, что-то мешку здесь поставил. Да, многие, видно, давно не приходят. Здесь разъезжаются, никто не остается. Все за этого. Вот, все, бутылки. Не тяжело тебе, Алис? На солнышке достаю. Не можем мы никак найти кладбитом, могилку дедушки и бабушки. И Арно пошел спросить у смотрителя. Здесь есть смотритель. Может быть, он нам подскажет, может, нам подскажет, где находится могилка, что мы не можем найти никак. Такие вот цветочки хризантемки в основном. Все во Франции ставят на могилки. Раньше Арно мне говорил, были большие крупные хризантемы, а сейчас мелкие стали ставить на могилки. Мы взяли два одинаковых букета таких. Сейчас покажу поближе, подальше точнее, чтобы видно было. Таких вот два взяли, которые мы... Все, хватит, хватит играть, хватит, пожалуйста, выходи оттуда, Рафаев. Хватит, все. Нет, Алиса, хватит. Достаточно. Это уже игрушка начинается. Вот, так что взяли мы два одинаковых. Одинаковый букет мы оставили у дедушки Арно на могилке, и этот для дедушки и бабушки. Арно давно не был, и ничего не может найти. Надо чаще ходить к своим и живым, и умершим, что я Арно и сказала. Ну что, не будешь я его ругать, правильно? Сказала, что думала. Он согласен, что надо чаще наведываться и к живым, и к умершим людям. Вот, поливались, поливались. Нашли мы могилочку. Аккуратно. Что ты хочешь нести? Ну, сейчас обратно принесешь бутылку. Ли-и-и-и, Алиса. Это не окутай, это не окутай. Все, по-дуду. Ли-и, по-дуду. Начинается обиваться. Она будет сделать, подремонтировать ее. Надо сделать, типа, что-то, что-то, да? Отцы. Так, ну что, наконец-то мы приехали домой, ура, в теплоту. Слушайте, обалдели, мы приехали к нам. Люди ходят в тонких бретельчиках, а мы там замерзали, как не знаю кто. Не могу, мне это прям расстроило, что мы замерзали в Париже. Ну, ладно, ничего страшного, мы будем возвращаться сюда еще летом. Так что еще погуляем нормально, по теплой погоде. Миш, ну что ж ты мягко, Мишка рад нас встретить, что мы дома, наконец-то, что мы его оставили дома. И соседка за ним наблюдала, давала ему кушать, что он выпущу на улицу хочет. Как будто это было недостаточно на улице. Вот, а что встретил нас, он был рад, Джам тоже был счастлив, что мы приехали домой. Прыгал сигал, но он у родителей был, когда мы его забирали. Вот, мы перемчались, тут же сразу собрала фасоли, кучу, видите. Теперь разделяем, она у меня превросла. Некоторую большую ябду кушать, а мелкую уже, конечно, ябду давать моим любименьким, маленьким и большому. Потому что они большую не едят, а мне пофиг, я все ем. Я все травоядная, все ядная, все травоядная. Сразу запустила несколько машинок, одну за одной, сразу стирки, все, детей в ванную купать. Отмывать от парижской грязи, можно так сказать. И Арно, говорю, слушай, я вообще давно уже не пью такой крепкий алкоголь, но я приехала сразу, говорю, так, наливай мне виски. Так что мы с ним налили себе виски, чипсы и разбираем порядок, наводим. Вот, так что такие вот дела. Так что все, мои хорошие, на сегодня буду заканчивать. Мы просто будем теперь три дня, наверное, отходить. У нас каникул с Арно до понедельника. В понедельник я выхожу на работу, Арно тоже уходит на работу, дети уезжают на неделю к родителям. Так что мы будем такие одинокие родители, будем молодые влюбленные родители. Так что будем отдыхать. И планов опять дать эти последние три-четыре дня, получается, у нас каникул остаются эти четыре дня. Столько планов хочется детей туда сводить, сюда сводить, то сделать, это сделать. Короче говоря, посмотрим. Будем стараться по максимуму сделать приятным деткам на каникулах, пока не с нами. Ну и вам показать заодно. Вот, так что такие вот делишки, мои хорошие. Все, я всех целую, всех обнимаю. И всем говорю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok